Добрый вечер, друзья! С вами проект журналистских расследований «Губернские хроники». Мы готовим для вас честные материалы о самых резонансных событиях в городе, о работе городских властей и о том, что так или иначе касается каждого жителя Днепра. И сегодняшний выпуск мы посвятим тем изменениям, которые произошли в нашем городе за последние пять лет. Ведь ровно столько времени прошло с тех пор, когда старую городскую власть сменила новое. В этом выпуске мы вспомним обещание, которое щедро раздавала команда мэра в течение всей его каденции. Мы считаем, что городская власть должна быть более компактной, более эффективной и должна освободиться от людей, которые связаны имущественными и корпоративными интересами с местным бюджетом. И от тех людей, которые, называть буду вещи своими именами, просто-напросто находясь там, зарабатывают на свой собственный карман. Мы не будем держать интригу, потому что многим из этих обещаний так и не суждено было сбыться. А то, что реализовать все же удалось, обернулось для горожан миллионами украденных из бюджета денег, а для самих представителей муниципальной власти – уголовными делами и реальной перспективой тюрьмы. Диалог с громадой. Общее благо. Удобный общественный транспорт. Комфортный город. Безопасная жизнь. Это лишь малая часть того, что сулил горожанам Филатов в своей предвыборной программе. Что же из этого мы получили? Вопрос риторический. Вспомните, на выборах в 2015-м многие из нас голосовали не за, а против. То самое противостояние двух кандидатов – условного патриота и условного ватника – со многими из нас сыграло злую шутку. А самому лидеру мэрской гонки дало возможность занять пост городского головы, не пообещав ровным счетом ничего конкретного. Ну, эта программа была написана так – «За все хорошее, против всего плохого. Землю крестьянам, воду матросам, бабам по мужику». Человек увидит там много хорошего, вот в этой программе. Каждый находит что-то свое. Там экологи, общественные активисты, там предприниматели. То есть и надеются на лучшее. Человеку свойственно обманываться. На самом деле у нас есть мэр дневной и мэр ночной. Дневной – Филатов, ночной – мэр Корбат. Вот, ну, собственно, те, кто не пришелся ко двору, те в Днепре уже, по-моему, у них возникают очень большие проблемы в работе. Ну, какой основной аргумент звучит в пользу Филатова? Он хоть что-то делает. Он хоть что-то делает. Ну, вот это он хоть что-то делает, ну, является, как говорится, вот этим универсальным прикрытием для непрофессионализма, элементарной бесхозяйственной системы. Просто инодородство. Под Днепром вроде бы бигборда висят там, команда профессионалов. Ну, вот мост – это как раз наглядный показатель. Он же брал, по-моему, 730 дней на то, чтобы превратить город в современный мегаполис. Ну, результат виден. Город, который был среди лучших, уверенно прописался как середачок среди областных центров Украины. Предвыборные баталии быстро забыты. А вместе с ними и то, что ради проформы записали в предвыборную программу. 2016 год. Новая власть начинает новыми громкими обещаниями. Берется наводить порядок в многоквартирных домах. К слову, команде Филатова очень подфартило. Как раз на его каденцию пришлись реальные результаты начатой реформы децентрализации. И вместе с городом он получил рекордный в его истории бюджет. В 2016-м это было почти 9 миллиардов гривен. Дальше больше. Для сравнения, при Иване Куличенко в 2014-м городу досталось около 3,5 миллиардов. У нас очень амбициозные планы сделать так, чтобы в этом году в городе Днепре все лифты работали. И до конца этого года у нас все лифты поедут. У нас в городе сейчас не работает всего 23 лифта. При этом они будут отремонтированы до конца года. Отремонтировать все лифты за один год. Торжественно клялись местные чиновники во главе с городским головой в 2016-м. Потом, правда, клятвы повторялись и в 2017-м, и в 2018-м, и в 2019-м годах. Если верить официальным заявлениям чиновников, то за эти 4 года на ремонт подъемников в общей сложности выделили около полумиллиарда гривен. В том же 2016-м на эти цели было выделено около сотни миллионов. А вот расходовали эти деньги на свое усмотрение. На тот момент пользоваться системой госзакупок Прозора для выбора подрядчиков было необязательно. И на одну из сессий городского совета депутаты мэрского большинства дружно голосуют за отмену таких закупок именно для департамента ЖКХ. Таким образом, подрядчиков выбирали члены спецкомиссии по системе баллов. Их распределили таким образом, что ценовое предложение при определении победителя – это только 10%, а все остальные параметры – 90%. Еще тогда на заседании исполкома о коррупционной составляющей такого решения заявляли депутаты Вадим Рублевский и Загид Краснов. Уже в начале 2017-го Департамент защиты и экономики нацполиции Украины подозрение депутатов подтвердил. Начальнику департамента Владиславу Грицаю вручили уведомление о подозрении в финансовых махинациях при проведении капитального ремонта лифтов в жилых домах города. Департамент Днепровского городского совета и подрядчик заключили договор о проведении капитального ремонта по замене лифтов в жилых домах. По версии следствия, работы должным образом не выполнили. Однако в официальные документы записали обратное – выполнили, мол, качественно и в срок, на сумму более 2,5 млн грн. В итоге Владислав Грицай по следствиям уже четвертый год, что не мешает ему до сих пор занимать высокую должность и при этом проводить через свой департамент десятки миллионов гривен. А пан Грицай, то есть написали? Конечно. По нему есть дело в суде по лифтам. Докажет, что он виноват, пусть идет на этот самый, на, грубо говоря, на пенсию. Так чем же закончилось заявленное стремление отремонтировать все лифты Днепра за один год? Чуда не произошло. Это подтвердят жители десятков многоэтажек, вынужденные, как и прежде, ходить по лестницам пешком. А что же городская власть? Она который год пытается убедить этих самых жильцов, что ежедневные пешие походы вверх-вниз им только кажутся. Этот лифт находится в одном из подъездов дома на улице Калинова, 86. Подъемнику более 50 лет. Вызвать его можно исключительно на первом этаже. Вот эта кнопка не работает, он не вызывается. Он вызывается только на первый этаж. Алла Кувшинова живет на девятом этаже. Женщине 81 год, ее мужу 88. Для того, чтобы купить продуктов, супругам приходится идти пешком по ступенькам. Я иду и на каждом этаже трогаю дверь. Если она открылась, я могу в нее войти и спуститься. А это бывает редко. Больше мы идем пешком. С момента постройки в этой многоэтажке жилищно-строительный кооператив. Соответственно, все проблемы, связанные с состоянием дома, жильцы вынуждены решать самостоятельно. Для местной власти дополняют люди, их как будто не существует. Не выпускаются даже запчасти, и мы не можем его ремонтировать. Его рады бы ремонтировать, но нечем. Мы не можем себе позволить купить новый лифт. Поэтому мы обратились к мэру Филатову с коллективным проханием, с подписями соседей о просьбе, чтобы нам помогли или отремонтировать, или заменить. Но мы получили ответ в том, что мы кооператив не состоим на балансе города, и поэтому это относится наша собственность, и мы должны его покупать и ремонтировать за свои финансы. О словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, неработающих лифтов в Днепре всего семь, и те должны запустить на днях. Своими достижениями в этой сфере горсоветовцы хвастаются уже на протяжении пяти лет. Такие цифры, к примеру, Лысенко озвучил в декабре 2016-го. В 2016 году выполнен уже 121 капитальный ремонт лифта на общую сумму 60 миллионов гривен. Тогда чиновника и словили на лжи днепровские активисты, рассказывают последние. Проехались по всем адресам, где по документам якобы провели работы. По факту оказалось, что более 80 лифтов вместо озвученных Лысенко-19 еще не отремонтировали. Работы, которые все же провели, выполнили по завышенным ценам. По словам Ильи Рыбакова, лифты обошлись Днепру в полтора-два раза дороже, чем их реальная стоимость. Для сравнения, в тот момент, когда в днепровских многоэтажках появляются лифты за миллион, аналогичные подъемники в других городах устанавливали по 300-500 тысяч гривен. Миллионы получали подрядчики, аффилированные к горсовету. Львиную долю тендеров на ремонт лифтов выиграли общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» и «Абси Билдсервис». Оба связаны с Ольгой Кострицыной, женой депутата Дмитрия Безуглова. Он до весны 2018-го был членом комиссии по вопросам ЖКХ Днепровского городского совета. Если брать общую сумму выделенных денег на ремонт лифтов за 2018-2019 год, это порядка 360 миллионов. И из них только на завышении цены было украдено, назовем это так, порядка 90 миллионов. Это завышение стоимости работ по установке лифтов и самих лифтов. Помимо этого, Днепряне заплатили и за вовсе несуществующие лифты. Согласно транзакции департамента ЖКХ, более 800 тысяч из бюджета ушло на установку подъемника в доме на площади вокзальной 1 во втором подъезде. В пятиэтажном, где лифтовая шахта вообще не предусмотрена. Михаил Лысенко опроверг и это. Тут у нас есть договор на ремонт лифта по площадь Петровского 1, подъезд 7. А у нас подъезд 2 нету договора с подъездом 2. Недовольны такими работами и некоторые днепряне. В третьем подъезде дома по адресу Запорожское шоссе 4 лифт выходит из строя практически каждый день, делятся жители. Его установили недавно, но ездить тут многие не рискуют. Буквально за день до нашего приезда, рассказывает консьерж Татьяна Коляда, лифт в очередной раз сломался. Он дверью бахкает туда-сюда на одном месте. Не вызываешь, он тоже сам спускается, опять начинает дверью бахкать. Почти каждый день мы вызываем, вот можно по книге посмотреть, у нас всё там записываем. Когда поломался, когда отремонтировали. По факту проведения таких работ уже открыто уголовное производство. Под следствием директор департамента ЖКХ Владислав Грицай. Сейчас чиновник ждёт своего приговора. Судебные слушания на финальных этапах. Кроме победы над неработающими лифтами, наш родной Днепр должна была ожидать и грандиозная реконструкция. Презентуя годовой отчёт за 2016 год, Филатов обещает в течение следующего года реконструировать вокзальную площадь, а также парки Дубинина и Писаржевского. Вы, наверное, не удивитесь, если мы скажем, что ничего из этого выполнено не было. Для перестройки вокзальной, например, не готов даже проект. Тем не менее, подрядчик уже получил больше половины суммы. Даты всё сдвигаются, обещания и оправдания множатся, а в реальности у областного центра всё та же убогая захламлённая привокзальная территория, красноречивая, демонстрирующая отношение мэра к своему родному, как он часто любит подчёркивать, городу. С парками тоже печаль. Оба объекта начали реконструировать несколько лет назад. Вот парк Писаржевского, на который изначально хотели потратить 107 миллионов и завершить работы за год. А вот парк Дубинина. На него планировали выделить 56,5 миллионов и тоже закончить работы менее чем за год. Кстати, сейчас там возводят непонятное здание прямо посреди зелёной зоны. А о реконструкции и речь не идёт. По факту так называемых работ в парке Дубинина уже открыли уголовное дело. По версии следствия, на счёт подрядчика перевели 45 миллионов бюджетных гривен, якобы за работы. Но их результат вы можете увидеть сами. В 2017-м должны были сдать в эксплуатацию и обновлённую набережную, и новый мост. Но эти истории заслуживают большего внимания, поэтому мы обязательно поговорим о них отдельно в следующих программах. До конца 2018 года мэр обещал отремонтировать все фасады на главном проспекте Днепра. Но работы оказались фиктивными, так заявили в прокуратуре. За этот якобы ремонт экс-директор Департамента стратегического развития и инвестиций городского совета получил подозрение в хищении 21 миллиона гривен. Выяснилось, что эту сумму полностью потратили ещё до того, как начали ремонты. На что выяснит следствие, в котором точку поставит суд. А сам департамент Филатов под шумок вообще упразднил. Имитировать хотя бы минимальную деятельность горсовет начал только тогда, когда в дело вмешалась прокуратура. Правда, закончить начатое так и не смогли. Не хватило денег. В том же 2018-м гранадачальник обещал нам, горожанам, реконструировать и несколько спортивных объектов. Многолетние ремонтные работы только на одном лишь стадионе Петра Лайко, бывший стадион ВРЗ, закончились обысками в городском совете. Ведь мало того, что объект так и не сдали в эксплуатацию, так ещё и за наш с вами счёт уже заплатили за часть якобы выполненных работ. 70 миллионов гривен получил подрядчик в тот момент, когда, согласно данным уголовного производства, не было выполнено и 5% работ. Стадион пляжных видов спорта заложили на набережной Заводской ещё в декабре 2016-го. Горожанам обещали, что в июне 2017-го здесь будут соревноваться спортсмены всех пляжных видов спорта. А за их яркими баталиями смогут наблюдать полтысячи зрителей. Сейчас у нас появляется достаточно хороший инфраструктурный проект. Это место, которое будет, я думаю, понравиться всем жителям нашего Новокайдадского района. И будем принимать здесь гостей из другой части города. Строительством занималась ООО «Укрстройремонттехнология», которым руководил Владимир Кухта. Тогда начальник службы автомобильных дорог Запорожской области. Стоимость работ оценили в 8,6 миллионов гривен. А проект согласовали с Ассоциацией пляжного футбола Днепропетровской области. Мы закладывали все, что было, ну, на момент 4 года назад, все, что было новое здесь. И то, что, как мы видим, и тот опыт, который, ну, привезли со всех соревнований, со всех стадионов, ну, на которых проходили международные соревнования. В нем изначально это все было заложено, как бы взять от песка, размеров поля, и заканчивая трибуной с подтрибунными помещениями. Но генподрядчик попал в поле зрения фискальной службы. Руководство ООО «Укрстройремонттехнология» заподозрили в обналичивании денег и умышленном уклонении от уплаты налогов. Во время этого скандала фирма сменила собственника, юридический адрес и даже название, став ООО «ГлобоАг», а стройка замерла. Тогда чиновники Горсовета провели новый тендер на почти 47 миллионов гривен, в котором победило ООО «Научно-производственное предприятие Южспецхиммаш». Но работы на стадионе так и не завершили. В Ассоциации пляжного футбола области все-таки надеются получить новую тренировочную базу для команды «Выбор» и открыть здесь первую в городе Дю США по пляжному футболу. Если стадион будет сдан в эксплуатацию, то здесь можно провозить от уровня Евролиги, это европейских соревнований, чемпионата Украины, ну и задействовать под местные соревнования областного или межрегионального уровня. Намного больше денег решили потратить на реконструкцию стадиона Петра Лайкона «Универсальной». Победу в тендере отдали новомосковскому застройщику Денису Островскому и его ООО «СК Строинвест». Отремонтировать спорткомплекс предприятие собиралось за 151 миллион гривен. Еще полтора года назад на нем должны были начать заниматься легкоатлеты, но срок реконструкции продлили до конца текущего года. И на новом тендере добавили «Стройинвесту» еще 286 миллионов гривен. Здесь будет находиться футбольное поле с натуральным покрытием, оно необходимо по требованиям второй категории европейских стадионов. Далее мы видим, будет у нас 8 беговых дорожек. Сейчас застройщиком занимаются следователи СБУ и прокуратуры области. Открыто уголовное производство по факту растраты 148 миллионов бюджетных гривен. После обысков у подрядчиков КП «Стройинвест» и Департаменте благоустройства и инфраструктуры появилось ДОП-соглашение о продлении сроков реконструкции стадиона до конца 2021 года. Таким образом работы растянутся на 4 года и обойдутся городу в рекордные 437 миллионов гривен. Не менее эпичная история приключилась с Академией единоборств. Мегастройке не помогло даже то, что ее проект достался городу абсолютно бесплатно. Наш клуб и благотворительный фонд «Солидарность» Александра Петровского, мы сделали проект, потратили свои собственные деньги на этот проект. Потом этот проект мы подарили городу. Академию единоборств горсовец собирался построить до конца 2019-го за 61 миллион гривен. Но за два года генподрядчик ООО «Укреврокровля» выполнил всего 15% работ. Тогда чиновники уже по традиции провели новый тендер на 137 миллионов гривен, продлив срок сдачи на год. И внезапно в 2020-м полностью прекратили финансирование проекта. Теперь недостроенный ООО «Академии единоборств» стоит как памятник бесхозяйственности команды Бориса Филатова. Но постараемся быть справедливыми. И оставив провалы и недоделки, попробуем поговорить о том, а что же чиновники, возглавляемые Филатовым, все-таки смогли сделать из обещанного. Мы не забудем сказать и о том, какими последствиями для нас это все обернулось. Коррупционными скандалами и воровством обросла программа «Реновации школ», утвержденная по инициативе городского головы Бориса Филатова в 2017 году. Оказывается, за несколько лет отремонтировали десятки школ за деньги из городской казны. Вот только в последнее время об этих ремонтах мы начали узнавать не из рассказов чиновников, а из сообщений прокуратуры и СБУ. В начале этого года следователи выяснили, что во время проведения тендера на ремонт ряда школ и детских садов на сумму 130 миллионов гривен 25 из них просто украли. Вы спросите, как это возможно? Но для филатовских чиновников это вполне посильная задача. В департаменте гуманитарной политики договорились с подрядчиками заранее, до проведения торгов. Искусственная конкуренция обеспечила победу близкой к чиновникам, фирмы. Бизнесмены покупали некачественные стройматериалы, а разницу в цене выводили в тень. По информации следователей, из городского бюджета незаконно присвоили 25 миллионов гривен. А некачественные работы в школах и детсадах теперь угрожают жизни детей. Спустя несколько месяцев за аналогичное правонарушение директору департамента гуманитарной политики Ксении Сушко вручили уведомления о подозрении. Чиновницы вменяют участие в группе, которая проворачивала финансовые схемы особо крупных размеров на ремонтах школ, в частности санузлов и столовых. Также подозрение вручено директору ООО «Строительная гильдия». Данное ООО выиграло 28 тендеров на общую сумму 172 миллиона гривен. По словам правоохранителей, только на ремонте трех школ номер 31, 54 и 99 злоумышленники смогли украсть около 7 миллионов гривен. Встановлено, что между директором Департаментом Мирской Ради было укладено ряд договоров с товариством с обмеженной ответственностью щодо виконання капитального ремонту приміщень, закладів освіти на території міста Дніпра. З метою привласнення бюджетних коштів директором товариства с обмеженной ответственностью вступив в злочинну змову з посадовими особами міської ради. З метою заволодіння грошовими коштами також було залучено ряд фіктивних підприємств, на які було перераховано частина грошових коштів, але які фактично ніяких ремонтних робіт на території освітніх закладів не виконували. Наразі проведено ряд судових експертиз, ряд судових будівельно-технічних експертиз. Була проведена судово-економічна експертиза, за висновками якої державі було спричинено збитки майже на 7 мільйонів гривень. За присвоення бюджетних средств в особо крупних размерах чиновнице грозит до 12 лет тюрьмы. А пока идет следствие, подрядчик, который вступив в зговор с департаментом, продолжает ремонты в школах и детских садах. Возникает вопрос, безопасны ли такие ремонты для наших детей? И это только те случаи, по которым правоохранители уже успели собрать доказательную базу. Во многих других образовательных учреждениях города ситуация може оказаться абсолютно аналогичной. Новые санузлы и столовые. Вместо старой штукатурки – яркая плитка на стенах. В школах и садиках города сделали ремонты. Родители счастливы. Но оказалось, что на ремонтах школ Тысячников директор департамента гуманитарной политики Ксения Сушко вместе со своими соучастниками заработала около 25 мільйонів гривень. Да обещанное качество только на бумаге. К таким выводам пришли активисты общественной организации «Видновленья краины». К примеру, в 54-ю школу департамент гуманитарной политики закупил дешевый линолеум по ценам самого дорогого. И уже на основании того, что он закупил, что оно по факту есть. Но превышена его стоимость, завышена. И завышена очень хорошо. Порядка там от двух до десятки разов. И с этим мы уже обратились в прокуратуру. Сделали новую красивую столовую. Но при этом кухню, где готовят обеты, почему-то оставили без внимания. Ужасное состояние внутри самой кухни. Честно скажу, оно ужасное. Также ужасное состояние там, где стоит эта посудомоечная машина. Большая еще со времен совдеповских, еще когда я учился в школе. Неудивительно, что активистов во время инспекции на кухню не пустили. Возмутило общественников и посуда, из которой едят дети. «Не допускается в столовую, в детские учреждения, в школы, в садики посуда с трещинами, надбитая и тому подобное. Есть чашки, тарелки, которые здесь непосредственно надбитые, начербанные. И есть чашки без ручек». Похожая ситуация и в других школах-тысячниках, которые попали под программу реновации детских учреждений. Ремонт в большинстве из них проводила строительная гильдия. У этой компании 29 побед в тендерах на общую сумму почти 185 миллионов гривен. Один из бывших ее руководителей, Виталий Яровенко, в прошлом работал в горсовете Днепра. А основатель компании, Дмитрий Егоров, был следователем Государственного бюро расследований. В электронных аукционах принимали участие фирмы «Пустышки», благодаря чему побеждала строительная гильдия, которая, в свою очередь, через фиктивные ООО выводила средства. ООО «Дамира» и ООО «Профит Старгрупп» выступали как субподрядчики и получали наличку за ремонтные работы, которые по факту не выполняли. А технический контроль Департамента гуманитарной политики на эти действия закрывал глаза. Рано или поздно за низкое качество ремонтов школ-тысячников и завышенные цены на стройматериалы Ксении Сушко придется отвечать перед судом. С решением Госаудитслужбы о нарушении правил госзакупок она не согласна, поэтому ее подчиненные подали апелляцию. Сейчас дело рассматривает Кассационный суд. Запуск трех новых станций метро, ремонт улицы Столярова, проведение троллейбусной линии в Приднепровск, реконструкция финансово-экономического лицея, массовая высадка деревьев и кустарников, повсеместные ремонты кровель многоэтажек. Список невыполненных обещаний мэра едва ли не бесконечный. А те случаи, когда власть все же что-то делает, часто приходится расследовать правоохранителям. В следующей программе мы расскажем о провале реконструкции парка Глобы. Почему городская власть отказалась чистить озеро, хотя уже провела тендер почти на 6 миллионов гривен и отдала победу компании Пентагон-Юэй, офис которой разыскивают следователи СБУ. Сколько еще активисты общественной платформы Днепр без Филатова будут дежурить в парке, защищая его от варварской вырубки деревьев? Будут ли отремонтированы детские площадки, тротуары и мостовые переходы? И почему в упадок пришел еще один главный парк города – парк имени Шевченко? Об этом вы узнаете уже 23 августа. Мы будем жесткими и бескомпромиссными. Нас не пугают должности и статус героев наших сюжетов. Мы хотим, чтобы вы знали правду, какой бы горькой она ни была. С вами были «Губернские хроники». По-честному и простыми словами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok